Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! С праздником, дорогие братья и сестры! С этим светлым торжеством, вторым воскресением нашей Пасхи. И сегодняшний день называется Воскресение, Афамия, Христос воскресенье. В сегодняшнем Евангелии мы слышали, как Христос, явившись своим ученикам, после своего воскресения показал себя, преподав им мир, благословение, но с ними не было апостола Фумы. И вот ученики говорят в Фуме, что мы видели Господа. И Фома отвечает такие слова, что пока не увижу рана Христа, пока не вложу свои перста в Его раны, в Его ребра, не им уверен, то есть не поверю. И вот на восьмой день после Пасхи, будучи собранным учеником и молящимся, является Христос со словами «Мир вам!» и говорит в имя «Фома, приди, бред, сему, подойди сюда!» «И вложили в мир статвы и в раны мои, и в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим!» И Фома, видя Господа своего Учителя, восклицает слова «Господь и Бог мой!» Я подчеркиваю эти слова «Бог мой!» Господь далее говорит Фоми, блаженный, не видевший, не уверивший. Это был некий упрек Фоми, но вряд ли этот упрек Фома уже слышал. От той радости, которая переполняла ему сердце. Перед тем, как идти в Иерусалим на свои страдания, мы также знаем из Священного Писания, когда Господь говорит ученикам «Пойдемте в Иерусалим, ибо вдруг наш Лазарь умер». И ученики, зная, что иудеи только ждут Христа в Иерусалиме, дабы схватить и убить Его. И Фома говорит прекрасные слова «Пойдем и мы, и умремся». Из всех учеников единственный, имея любовь к Учителю, говорит такие слова. И здесь Господь, явившись для Фомы на восьмой день, показывает Ему ребра свои, дабы Фома не только имел ребру, но приобрел радость воскресения и радость того, что он увидел своего Спасителя, своего Господа, Христа и своего Бога. И порой очень несправедливо называют Фому, говоря «Фома неверующий». Я всегда в эти дни вспоминаю слова одного святителя, который говорит «Господи, дай мне веру Фомы, дай мне эту веру, чтобы исповедовать Тебя так, как исповедовал Фома». Чтобы назвать Тебя не только Господом Учителем Своим, а Богом Своим. Желаю вам всем, чтобы пасхальная радость, которую мы сейчас переживаем, пребывала с вами во все дни, чтобы вы всегда могли в жизни до скончания дней своих говорить и повторять так же, как делал преподобный Отец Своим Сыровский. Каждого, встречая человеку, говорил им «Христос воскресе радостное». Поздравляю вас с праздником, желаю вам мира, духовного, душевного, вечной пасхальной радости. «Христос воскресе!» «Борисин воскресе!»